привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит и сегодня у нас криптографии я буду объяснять криптографические фишки и нюансы но расскажу вам еще про одну модель немецкой криптографической машины enigma которую можно сделать своими руками из бумаги ну конечно если вы умелец вы можете сделать там реплику этой криптографической машины чертежи можно найти в интернетах но я надеюсь как бы среди нас есть такие умельцы но видео рассчитано на подавляющее большинство зрителей которые могут сделать что-то какую-то поделку с бумаги соответственно я постараюсь показать вам сейчас это виде некоторых как бы наброска по чертежей про первую модель enigma из бумаги я уже рассказывал видео сейчас будет вот здесь ссылка на него если вы его не смотрели пожалуйста посмотрите или если вы его не помните тоже посмотрите потому что я сейчас не буду повторять то что я рассказывал в том видео чтобы не тратить наше время так что перейдем к самой сути действительно напомню только пару тезисов у нас есть 32 32 символа это круглое число мы можем очень легко разделить круг на 32 сектор каким образом мы берем круг делим пополам делим еще раз пополам делим еще раз пополам делим еще раз пополам и так далее то есть мы можем разделить круг на 32 сектора просто деля пополам каждый сектор потому что 32 это два в пятой степени то есть нам надо пять раз будет провести процедуру деления пополам теперь мы делаем такую штуку нам нужно вырезать из бумаги а 6 6 нет и 6 8 8 32 32 угольника 8 штук 32 угольник ну в принципе можно сделать и просто круги то есть точность от этого не упадет но чтобы круг превратить в 32 угольник можно сделать такую вещь разделить ее на сектор и да вот так же и вот эти вот как бы штучки отрезать у круга они будут получаться очень такие тоненькие вот так но их можно отрезать и получится такой тридцати двухугольник далее мы измерим длину этих тридцати двухугольников для этого мы что делаем очень точно должны померить длину вот одной такой штучки и умножить на 32 и нам потребуется 4 ленты 4 штуки вот ленты длиной длина вот такая вот которая разделена на 32 сектора 32 сектора так соответственно что дальше вот так вот в этих четырех восьми штуках вот этих вот 32 угольниках центре мы вырезаем отверстие соответственно если у нас диаметр этого 32 угольника составляет скажем 15 сантиметров то диаметр отверстия пусть будет то есть это партной кстати очень шутка дня у меня в школе на уроке труда когда мы измеряли все там в миллиметрах строители же в миллиметрах измерять один мальчик сказал какой-то что-то измерил в сантиметрах искал учителю труда а учитель у спросил еще партной ты что партной что ли спросила учитель почему партной потому что упорных сантиметр ну вот этого штука которая измеряет она даже называется сантиметр учитель спросил вот этот а дело в том что нас классе учился мальчик у которого фамилия была партной а тот мальчик у которого спросили у него фамилия была кунсман и он сказал нет я не портной а кунсман мы так ржали а учитель ничего не понял вот если максим ты сейчас смотришь это видео я знаю что сейчас вообще другая фамилия то вспомни этот эпизод так ладно я отвлекся короче вот здесь мы вырезаем вот такую штуку и а пытаемся оценить на основании вот этого диаметра оценить длину этой окружности и вырезаем соответственно ленту по так такой длины и делаем вот такой вот такой и вот здесь кстати тоже такая же штучка должна быть потому что нам это надо будет приклеивать саму к себе и эту приклеивать соответственно что мы еще должны сделать вот здесь вот тоже такие вот на каждом секторе должны быть вот здесь вот там штуки 34 можно сделать таких штуковин почему потому что мы будем вот из этих вот вещей которые мы заготовили и вот таких тоже на дом таких 4 мы будем делать такие вещи значит мы сначала вот вот эту штуку склеим вот в такую втулку втулку у которой будет вот лепестки вот так вот сделано вот а вот эту штуку мы склеим кольцо в кольцо которое разделено на 32 сектор и соответственно у него от каждый сектор будет верение сюда мы должны загибать внутрь вот то есть у нас получится 4 втулки и четыре таких кольца дальше что мы должны сделать дальше мы должны взять вот по две штуки таких и приклеить приклеить клеим приклеить вот так взять вот эту втулочку и две вот этих штуки и у нас должна получиться вот такая вот hero прошу прощения такая вот штуковина значит там вот эта втулочка она вот так вот приклеена значит приклеена на при помощи вот этих вот лепесточков вот так вот сюда то есть вот сюда вот 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 тут у нас получается отверстие и можем ставить карандаш отгадывайте диаметр вот этой вот этого отверстия и диаметр соответственно втулки под карандаш и потом мы добавляем сюда вот значит эту одну и приклеиваем вот это вот кольцо вот сюда вот клеить его можно постепенно то есть не сразу кольцо приклеить а вклеивать сюда и получится кольцо и сделаем вот это вот все вот вот такую процедуру сделаем четыре раза потому что у нас четыре вот этих вот четыре этих и 8 вот этих да у нас получится у нас получится 44 вот таких вот диска диска вот здесь у него будет отверстие он будет разделен на 32 на 32 сектора у нас таких дисков будет 4 штуки соответственно мы их можем положить один на другой вот вот в этот нижний диск нижнему диску этот называется отражать как вы уже поняли и у него как бы его можно приклеить на лист бумаги а сюда вставить карандаш стать карандаш и приклеить его вот там вот к этому листу бумаги вот эти диски можно будет вращать вдоль карандаша это будет приклеен на лист бумаги соответственно на этих секторах мы пишем ну как бы не так пишем если мы взять возьмем один сектор вот так то да нарисуйте вот как нет вот так здесь будет буква а это вот там куда нить проводку делаем да у нас получается а проводка выглядит как-нибудь вот так вот вот так вот выглядит проводка так вот это что-то не то нарисовал такого не должно быть это бессмысленно вот так вот ну то есть здесь верх верхнюю верх нет не надо рисовать то есть вот так вот оно должно быть то есть получается от буквы е мы идем 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 по этим двум дискам и приходим букву b соответственно вот здесь вот где-нибудь у машины должна быть стрелочка напротив которой мы должны выстраивать ключ дня вот и все вот такая получается машина я ее делал собственными руками где там у меня даже валяется дома и ее можно крутить она намного более удобно с точки зрения того как с ней работать чем вот та машина которую я в прошлый раз вам показывал в предыдущем видео но если ту машину можно сделать ту модель можно сделать там в течение получаса очень быстро то вот над этой придется покорпеть там порядка двух часов придется потратить как бы по моему опыту проще всего кстати проще всего нарисовать нарисовать все чертежи в видео каком-нибудь или другой программе такой распечатать и вырезать это проще я делал именно так то есть не морочиться с карандашами там с циркулем линейкой размечать тридцать двухугольники и так далее в видео делаете нарисовать тридцать двухугольник в видео это очень просто эти вот боковые стороны прямо на них можно распечатать кружки в них буковки потом нарисовать проводку получится очень все культурненько и красиво собственно ты я именно так и делал если я эту машину день найду у себя когда-нибудь она у меня я ее делал вот когда книжку по криптографии писал я ее вам покажу ну что ж а вы друзья мои ответьте в комментариях к этому видео сделать ли видео не вот такого характера именно в стиле дует yourself то есть как я рисую там видео вырезаю клею и получается такая машина давайте в комментариях напишем я даже голосование проведу и посмотрим что ж на этом все ставьте лайк если вам понравилось зовите друзей если канал приносит вам пользу ну а с вами был роман душкин до новых встреч пока а